здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о хвойных растениях замечательное время для высадки хвойных в грунт сейчас вот эти все наши растения стоят в контейнерах сегодня я хочу показать именно тую барабант отвечу на вопросы видите внутри появляются желтые хвоинки это нормальный процесс для туи не только для барабан для смарагта барабанта колумны это нормальный процесс хвоинка у сосны живет всего три года и то же самое здесь посмотрите туи очень плотная это туя барабант это абсолютно неприхотливая туя прекрасно зимует и самое главное в отличие от других сортов туи барабант вообще не горит на солнце но после посадки если первый год вы сажаете растение любое растение большое или маленькое нужно будет в нашем самарском регионе укрывать тканью тканью мы вы укрываем не от мороза от яркого весеннего солнца только не используем спонбон обязательно ткань который дышит пропускает воздух либо же мы в питомнике используем пушайт обрабатываем пушайт то есть конечно мы не можем такое большое количество растений укрыть тканью а вот домашних условиях это можно сделать когда растение укореняется растение набирает силу через два-три года их конечно не укрывает а эти туи посмотрите мы вырастили их из по девятки 8 лет они уже растут нашем питомнике весной мы их выкопали поставили контейнер вот сейчас конечно мы их продаем и воспользуйтесь кстати осенней распродажей этих замечательных растений как обычно использовать туи барабан туи барабан замечательно стрижется получается прекрасной живые изгороди и вот видите две туи и можно сказать они уже сомкнулись если вы хотите очень плотно чтобы была сразу живая изгородь можно прям через один метр высадить можно через полтора потому что туя барабан растет очень быстро и поддается стрижки можно в течение сезона несколько раз постригать делать красивую такую живую изгородь вот такая вот замечательной туи барабан но опять же скажут а что вот у них семена образуется да у туи барабан семена образуется но туи барабан практически каждый год будет давать вот эти семена они потом весной сами падают это семена это ничего страшного можете их постричь если вы делаете живую изгородь семян у вас не будет даже я не могу предъявлять претензию к этой туи сказать что она какая-то капризная что она очень много времени требует но создает красивую прекрасно живую изгородь или как отдельно стоящее растение абсолютно неприхотливое осмараг ты тоже можно использовать качество живой изгороди не четко держит форму туи смараг тогда стригутся прекрасно они более нежные поле капризные чем туи барабан смотрите прекрасное небольшое растение это голубая ель супер blue seedling мы их конечно используем как отдельно стоящие экземпляры мы из них не делали живые изгороди хотя можно живую изгородь делать из любого хвойного растения но мне кажется супер blue seedling просто будет жалко так жестко обрезать вот еще одно растение такое вот можжевельник blue a roll который мы высадили из по девятки вот сейчас они уже выросли укоренились мы их выставляем на продажу они абсолютно неприхотливые не горят на солнце дают прекрасный прирост где-то 30-40 сантиметров но если вы хотите сделать живую изгородь из blue a roll да это можно нужно высаживать на расстоянии где-то минимум 60 сантиметров ну максимум где-то метров метр двадцать можно сажать придется дольше ждать если вы хотите получить живую изгородь сразу результат то тогда их нужно почаще высаживать и стричь обрезать в течение сезона несколько раз это туя golden globe то есть золотистая туя если вы высадите на участке разные хвойные которые отличаются только цветом хвоинок то это будет замечательно смотреться только из хвойных можно создать такой яркий необычный участок вот золотистая туя а это уже огромное этому растению 8 лет и даже можно низкую живую изгородь сделать то есть и он можно формировать живую изгородь из всех хвойных вы можете создавать и вырастить определенной высоты но правда золотистую вот это golden globe она все-таки не будет очень высокой до трех метров можем хвойные использовать разной формы подушка видной формы это альберта глоба годовой прирост где-то два-три сантиметра но в результате взрослое растение альберта глоба до метра будет но лет через двадцать то есть это медленно растущие но они такие компактные красивые зеленые смотрите какое чудо это сосна с голубыми таким оттенком это сосна батерере очень устойчивы вы видите хвоинки падают мы их просто сейчас убираем это нормальный естественный процесс для всех сосен это сосна батерере с таким немного голубым оттенком и вот эта сосна который мне очень нравится сосна карстенс винтерголд вот сейчас поздней осенью она уже золотистая и само название золотистой зимой винтерголд летом они стояли абсолютно зеленые и сейчас посмотрите какая красота желтого цвета всю зиму они будут стоять такие желтые а весной они снова станут зелеными где-то в мае начинают зеленеть все лето они стоят зеленого цвета а вот поздней осенью вот такой вот красивый цвет хвоинок это тоже сосна начинается сезон осенних посадок плодовых деревьев и кустарников сейчас они у нас уже все в контейнер и сто процентов они у нас приживутся яблони и груши черешни смотрите колоновидные какие шикарные яблони можно приобрести на всех площадках нашего садового центра и суббота уже будут все растения с голым корнем в этом году очень сухая жаркая осень поэтому растение с голым корнем мы продаем поще на всех площадках нашего садового центра можно приобрести саженцы блодовых деревьев и кустарников контейнере хвойные многолетние кустарники сезон посадок продолжается весь октябрь и воспользуйтесь нашей осенней распродажей ждем вас на всех площадках желаем здорового красивого цветущего и вкусного сада садовый центр веры глуховой приглашает посетить открытые площадки с саженцами плодовых и декоративных растений широком ассортименте почвогрунты удобрения и средства защиты растений от болезней и вредителей справки по телефону 8 800 222 52 44